Здесь есть такой мультик, там был осел маленький, это большой, когда осел, говорят большой осел. Есть еще старый осел, а он был ослик, он был ослик. И вот он как-то раз увидел бабочку, видели да такой мультик? И он подумал, бабочка, а бабочки нектаром питаются, вы знаете, да? Они не там, не в туалете, не где, на цветочках нектар собирают, как пчелки. И поэтому у них такой красивый окрас. Я сел, посмотрел на бабочку, потом пришел к воде, посмотрел на себя. И он так расстроился. Опять на бабочку посмотрел, такая классная, на цветочки. И потом опять на себя, где-то уши. Би-би. Физиономия такая вообще, ужас, ужас, качества такие. И он думает, буду бабочкой. Буду бабочкой. Зачем быть ослом? Или осликом? Буду бабочкой. Пошел, из фанеры вырезал какие-то крылья, как у бабочки все. Краской себя накрасим. Вся ходит. Дедушка с бабушкой вылезли, старая ослиха за старым ослом. Смотрит. И дед говорит, ослик, ты что это? Он молчит. Что он не есть, это ослиное тело уже, он бабочка. И он так ходит по двору. И на цветочки с разбега. Хоп! Хоп! И все цветы. Шмяк, шмяк, шмяк. Не только такие формы. Формы ослиной попочки остаются. Такие. Везде. Уничтожитель природы. Потом забрался на какое-то дерево. Решил полететь, посмотреть. Мужайки там все. Жизнь же бабочки. Раз, прыгнул. Упал очень сильно больно. Грохнулся. Поднялся высоко и грохнулся очень больно. Знаете, так бывает в жизни. Поднимаешься, думаешь, ты бабочка. Прыгнул, скакнул. Крылья поломал свои фанерные. Сидит, плачет. Дед говорит, да что ж ты. Ты же ослик. Мы же ослики. Какая же ты бабочка. Ну, такой мультик был. Очень хороший, поучительный мультик. Потом ослик, он думает. Ну, нет, видимо, я не все стадии прошел. Ослик был непримирим. Поэтому говорят, он очень сильное и тупое животное. Поэтому его очень легко эксплуатировать. Поэтому, когда мы очень сильно сопротивляемся тому, что говорится в ведах, нас очень легко эксплуатировать. Очень легко. Когда мы сопротивляемся этой шабдой из-за своего ложного эго ослинного. И так, он стал рассматривать просто, как становятся бабочками. И видит, там куколка висит. Стал смотреть, куколка там что-то висит. Потом раз, как туда крылья улетела. Какой-то мотылек. И он говорит, ааа, все, набрал этих ниток. Замотался к дереву, прицепился кверх ногами и висит. Но ничего не происходит. Кровь в голову поступает, лицо пухнет. Есть охота. Туалет охота. Замотался уже, не выбраться. Хоть обдувайся, обделывайся. Орет. Деда! Старый осел пришел. Эту куколку снял. То есть, из кокона освободил, в туалет сводил, накормил сеном. Ну, все, ослинное вот это сделал. Все было здорово. Но он был непримирим. Он опять свои фанерные крылья наладил. Опять краской облепился. И пошел на речку там. Хой. С бабочками рядом тоже. Бабочки такие. На него. Представляете? Не просто осел, а тупой осел какой-то. Это не просто. Это втройне смешнее даже. В четверне. Вот так и живое существо. Когда оно пытается из себя изображать Бога. Или какую-то осознавшую душу. Но при этом еще остается ослом. Оно еще более смешно выглядит. Еще более смешно выглядит. Еще более ужасно. И помните, там крокодил лежал. Мне этот ослик, он там раз подлетел. Ты кто? Он такой раз открыл, чуть не подавился. Первый раз в жизни он видел осла с фанерными крыльями. В краске измазанного. Это было... Даже крокодил что-то в обморок не упал. Он чуть не утонул, в общем. Крокодил чуть не утонул. И он так открыл глаза. И говорит, ты кто? Говорит, я бабочка. И говорит, что... И он сразу понял. Такой бабочкой очень легко управлять. И крокодил говорит, ой, какая ты бабочка. Ну вообще, такая прекрасная бабочка. Мы с бабочками вообще дружим. Мы, крокодилы, в основном дружим только с бабочками. Мы ослов пожираем, а с бабочками дружим. А поскольку ты такая удивительная бабочка, большая, красивая, Абсолютно не похожая на осла. Я разрешаю тебе, можешь сидеть возле моих зубов, возле моего рта. Все видят, как мы с бабочками. И тогда ты будешь... И он так вдохновился. А, все мои боятся этих вот крокодилов. А я вот... Звенился. Даже можешь на зубы сесть. И он сел. И крокодил только хотел щелкнуть. Как прибежал старый осел и выдернул его. Но тут опять ничего не по... И заплакал, что ты делаешь мне тут все? Испортил я бабочка. Ты зачем осел ко мне прикасаешься? Вот точно так же происходит в жизни людей. Иногда они начинают думать о себе, кем не являются. И выглядят приблизительно так же, как этот маленький ослик. Маленький ослик. Итак... А, ты... Маленький ослик. Маленький ослик. Это произвездное поменье. Это произведение вз Lite. Продолжение следует...